В России 29 мая школьники написали первой обязательной и самой массовой ЕГЭ по русскому языку. В Тверской области выпускной экзамен сдают почти 5011-классников. В областной столице работают 14 экзаменационных пунктов. На одном из них побывала наша съемочная группа. Наш корреспондент расскажет о том, как проходят экзамены, какие нововведения ждали участников единого госэкзамена. В Твери в этом году работают 14 пунктов приема экзаменов. Один из них располагается в средней школе номер 53. Этим утром здесь собрались более 130 11-классников из 34, 46 и 3 школ. Сегодня они сдают один из массовых экзаменов – русский язык. Выпускников сопровождают учителя. Перед стартом педагоги подбадривают школьников. Переживаем за ребят. Даже волнуемся, наверное, больше, чем они сами. Но ребята подготовлены. Я считаю, что сдача русского языка в форме ЕГЭ будет успешной. Ребята нашей школы сдают ежегодно достаточно хорошо. В прошлом году было 27 человек свыше 90 баллов. Безусловно, волнение присутствует. Ведь от результатов данного экзамена зависит дальнейшая жизнь. 11-классница Ксения планирует связать свою жизнь с лингвистикой. При поступлении результаты ЕГЭ по русскому языку будут учитываться в первую очередь. Это основной предмет, по которому ты можешь поступить куда угодно. Без него нельзя. Очень много русских правил, которые надо обязательно знать, которые имеют подвохи, в которых нужно хорошо разбираться, куча подводных камней. Одноклассник Ксений Иван планирует поступать в военный вуз. И в этом случае количество баллов ЕГЭ по русскому языку будут иметь весомое значение. Но позади два года интенсивной подготовки. Поэтому сильного волнения нет. Делится будущий абитуриент. Он несложный, но и как бы нелегко. То есть, собственно, это же ЕГЭ. Все там нелегко. С репетиторами очень много в школе делали заданий. Дальше экзаменуемые следуют в пункт приема ЕГЭ. Путь лежит через металлические рамки, которые реагируют на наличие гаджетов. В аудиторию можно лишь с паспортом, ручкой и бутылкой воды. Кимы, то есть сами задания, будут распечатаны уже в аудитории. Списать невозможно. Везде камеры, которые транслируют происходящее в аудитории на экран в пункте наблюдателей. Что касается нововведений, в самом процессе их нет. А вот оценивать задания будут уже иначе. 27 заданий, 26 тестовых и сочинения. Так вот, 8 и 26 задания оцениваются в этом году немножко по-другому. В 3 первичных балла. Сочинение оценивается в 24 балла. То есть, для того, чтобы ребенок получил 100 баллов на экзамене, ему нужно набрать за первую часть 30 баллов, за вторую часть 24. Чтобы получить аттестат зрелости, необходимо набрать 24 балла. Чтобы поступить в ВУЗ, минимум 36. Всего в этом году в Тверской области единый государственный экзамен сдают 4908 школьников. Работают в 56 пунктов приема в регионе. На прошлой неделе 11-классники отметили последние звонки. Глава региона Игоря Руденни поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал успешной сдачи ЕГЭ. Впереди у вас первые шаги во взрослой жизни. Поиск своего профессионального пути. Всегда ставьте перед собой смелые цели. Уверенно идите к своей мечте. Помните, что вы часть большой великой страны. Вы – будущее нашего Отечества. От ваших знаний и умений, вашего труда, зависит благополучие Родины, Верхней Волжья и ваших родных и близких людей. Напомню, что первый экзамен прошел 26 мая. Это был предмет по выбору. Литература, география и химия. 29 и 30 русский язык. 1 и 2 июня будет математика. Русский язык и математика – обязательные предметы. В начале июня ребята будут сдавать предметы по выбору. Последний ЕГЭ информатика будет проведен 19 и 20 июня.